Современная оппозиция считает, что совок, точнее даже не оппозиция, а те, кто ругают Сталина, Советский Союз за репрессии, они абсолютно справедливо считают, что в Советском Союзе они были бы репрессированы, посажены в тюрьму, за стенки, их бы карали. И вы знаете, с ними трудно спорить, они же действительно правы. Ведь по сути, эти люди не занимаются ничем иным, кроме как спекуляцией, бездельничают, наживаются на простом народе. Что в Советском Союзе было строжайше запрещено. Также они ведут подрывную деятельность, обманывают намеренно, дезинформируют население. И вы знаете, по советским законам, такие люди бы, скорее всего, действительно попали бы в тюрьму. По обвинению в намеренном вредительстве, не знаю, в стране, допустим. За госизмену могли бы быть наказаны, потому что дестабилизируют обстановку в стране, внутри страны. За то, что ведут пропаганду, которая ведет к разделению людей на группы, к росту ненависти к друг другу. За то, что они ничего не делают. Ну, потому что у них нет никакой работы. Вот, я с ними согласен. Вы знаете, они правы. Абсолютно правы. Единственная проблема в том, что это действительно все, по идее, по современным законам должно наказываться в любой стране. Любой человек, который говорит, что, не знаю, даже не говорит, а намеренно лжет о любых цифрах, о любых фактах, которые касаются истории страны, с целью дестабилизировать политическую обстановку в стране. Или даже призвать к бунтам, протестам на основании каких-то цифр, взятых из головы. Он вообще-то враг государства в любой стране мира. Так почему-то вот в России, знаете ли, вот, описационеры почему-то не сидят в застенках, а сидят на ютубах. Рассказывают нам, как же было при совке все плохо, не живя там ни одного дня. Рассказывают о том, как им бабушки и дедушки рассказывают о прекрасном Советском Союзе, и говорят, что это просто пропаганда, им промыли мозги. То есть, они ни от кого не слышат плохого слова про Советский Союз, но в то же время говорят, что все абсолютно говорили, что Советский Союз говно. Я вот не понимаю, как у них вот эти две мысли вообще в голове сходятся. Юра Дудь, да, был прав. В совке всех пугали тем, что ты попадешь за стенки. За тунеядство, за то самое, чем сейчас занимается Юра Дудь. Просто разводит наивных людей на бабки, думая, что он светоч знаний. Хотя, с такими знаниями бы его в Советском Союзе не то чтобы до телевизора не допустили. Его бы, наверное, и на заводе-то не особо он был востребованным специалистом. Я не знаю, какое у него образование. Но судя по уровню подготовки и доверия источникам, которые абсолютно недостоверны, можно понять, какой он специалист. А людям пофигу. Он им продает надежду, он им продает веру, он им продает... Не знаю. Так сказать, Юрий Дудь продает народу свой род. Ну, то есть я и не так выразился. Он продает народу свою речь. Себя. То есть за этим ничего не стоит абсолютно. Он серьезно считает, что он какой-то предприниматель, антрепренер. Он такой вот весь специалист по каким-то вопросам. Хотя на самом деле он просто говорящий род. Точно такой же, как Киселев, которого он так сильно не любит. И в чем между ними разница? Да никакой разницы. Просто один говорит четко заготовленный текст, а второй говорит четко подготовленный ему, разжеванный и вложенный в его уста текст. Информацию, которую он даже не подумал проверить. Он лжет себе. Ну, он не лжет, он прав на самом деле. Потому что такие люди действительно в Советском Союзе бы попали бы, скорее всего, в тюрьму. По статье тунеядства. По статье мошенничества. По статье, например, фарцовка. Возможно. Я согласен. Абсолютно правы современные. Они бы могли попасть в тюрьму по статье госизмена. Очень легко. Причем все. И они правы действительно в этом. Абсолютно правы. Просто они этого не понимают. Они даже не понимают, где они правы. Они не понимают, где они не правы. Настолько все запущено с современной оппозицией. И причем это не про Лешу Навального. Его расследования они нужны. Это про вот таких дудей. У которых за, не знаю, в черепной коробке, кроме ненависти к Советскому Союзу, наверное, больше ничего и нет. Ну, а на чем им еще выезжать? Либералы современные, молодежь современная, которая привыкла жить за счет, не знаю, там, вечного распила, обмана людей, продажи им надежды. Конечно, она будет ненавидеть Советский Союз. Потому что они сейчас тунеядничают. Ну, тунеядничают фактически, ничего не делают. Не приносят никакой страны, а даже вредят стране. И на этом зарабатывают деньги. Вот и все. Да, Юра Дудь прав. Скорее всего, в Советском Союзе бы его посадили. Но только не по тем причинам, про которые он говорит. Продолжение следует.